Слава Украине! Продолжаем смотреть на возможности графики AMD в реальных условиях, так сказать от мала до велика. От Vega 7 и младшей Radeon RX 6500 XT переходим к карточке чуть помощнее и поперспективнее, Radeon RX 6600 XT. На остальном по-прежнему стараемся сэкономить. Один из вариантов решения такой задачи смотрим на примере готовой системы Evolve. Как обычно, запускаем 20 игр и ищем идеальную картинку и геймплей в каждой из них. Итак, какая логика этой готовой системы? Берем попроще процессор и материнку, зато ставим классную дискретную видеокарту. Пример подобного ПК нашли у наших друзей Telemart UA. Evolve Optipart Gold 6B. Напоминаем, что для таких систем железо закупается напрямую у вендоров, поэтому цена сборки выходит весьма адекватная. Плюс нет возни с поиском железа на слабом рынке и гарантия дается 3 года на все железки вместе. А в качестве бонуса Evolve позволяет выбрать собственный логотип на системный блок и можно еще нанести персонализированную гравировку. Кроме готовых ПК у Telemart есть все железки по отдельности и вообще огромный ассортимент всего. Так что переходите по ссылке, поддержите экономику страны. В основе сборки не самый новый, но все еще очень густой. Годный процессор. Его с головой хватает для игр и большинства рабочих задач. Это шестиядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 3600. Техпроцесс 7 нанометров, а максимальная рабочая частота 4,2 ГГц. Охлаждался камень кулером Deepcool Gamax GTE V2 со 120-мм вертушкой и RGB-подсветкой. Свечение может управляться материнской платой для синхронизации с остальными компонентами системы. На материнской плате MSI B450M PRO VDH MAX можно выделить один слот для накопителей M.2, гарантированную поддержку частоты памяти до 3866 МГц и множество портов USB 3.2 Gen 1. Видеокарта MSI Radeon RX 6600 XT MAC 2X8G, кроме прочего, хороша нормальными 8 гигами видеопамяти типа GDDR6. Что после RX 6500 XT для кого-то будет словно манна небесная. У карты мощный бэкплейт и два вентилятора Torx 3.0. Как они справляются с охлаждением, расскажем чуть позже. Что до оперативки, то потребности абсолютного большинства игр закрывают 16 ГБ DDR4 в двухканальном режиме на частоте 3200 МГц из комплекта Kingston Fury. Высочайшую скорость работы операционной системы и запуска игр обеспечивал NVMe SSD от Kingston на 500 ГБ. Его скорость чтения превышает 2500 МБ в секунду, а записи 1800. Блок питания уже знаком нам по другим системам Evolve. Это бронзовый 600-ваттный Cheftec Proton. У него КПД более 85%, тихий 120-мм вентилятор и весь список защит. Micro ATX корпус Deepcool Matrix 40 в сочетании с установленным железом выглядит офигенно. Тут стайлиш на 100%. В том числе зачетно решена задача по обеспечению красивого вида передней панели и продуваемости системы. Итак, переходим к тестам. Напомним только, что запись геймплеев ввели отдельным компом с картой захвата Avermedia LiveGamer 4K. Прежде всего мы проверили систему на стабильность работы. Очень тяжелую нагрузку имитируем одновременным запуском двух бенчмарков на 15 минут. AIDA64 на процессор и FURMark на видеокарту. Так вот, в таких условиях датчики CPU отрапортовали о максимальных 87 градусах, а GPU – 64. Троттлинга не было. Естественно, еще раз, это супертяжелая нагрузка. В играх эти значения куда ниже. Сами посмотрите потом на мониторинге. В среднем у нас было около 60 градусов и у процессора, и у видеокарты. Следующий этап – прогон бенчмарков. Результаты перед вами можете сравнить со своей системой. А теперь основное блюдо – 20 игр в разрешении Full HD. Целимся в максимальной настройке графики и комфортный геймплей. А где возможно, попробуем, как у карточки обстоят дела с трассировкой лучей. С такими картами, как RX 6600 XT, разогреваться в Apex Legends – одно удовольствие. Вообще не паришься и устанавливаешь просто все на максимум и наблюдаешь красоту. Даже в самых тяжелых сценах кадровая частота держится около сотни FPS. Дальше с тем же настроем заходим в Battlefield 2042. Здесь настройки на ультрах, без рейтрейсинга. На вечеринку было приглашено 128 игроков и играется с ними отлично. Единственное, что в первые пару минут могут быть подфризы и просадки до 36 FPS. Но потом все данные устаканиваются в памяти и игра идет отлично. При средних 63 кадрах в секунду. Даже в самых жарких моментах. Продолжаем тему шутеров в Call of Duty Warzone. Настройки вы уже догадались какие. Оперативной памяти хватает, видеопамяти тоже. И в целом игра идет бодро при средних 110 FPS. Правда тут нужно отметить подфризы, которые полностью не исчезают даже при уменьшении настроек. То тут, то там могут вылезти просадки до 23 кадров в секунду. Не сказать, чтобы это сильно напрягает, но факт имеется. Assassin's Creed Valhalla позволяет выбрать все самое лучшее, что есть в настройках графики. Тут, как и в батле, может что-то слегка подтупить на первых минутах игры. Пока данные толкаются за посадочные места в памяти. Но после идет как по маслу. Минимум 54, а в среднем 76 кадров в секунду. Ну, чтобы карточке жизнь медом не казалась, окунули ее несколько раз в киберпанк. При первом заходе выбрали ультра графику, ультра лучи и технологию FSR в режим баланс. Не сказать, чтобы RX 6600 XT прям закашлялась, но бывало очень близко к этому. В особо насыщенных моментах частота кадров уходила ниже 30 фпс. Играть не особо комфортно. Второй раз 6600 XT нырнула с ультра графикой и выключенными лучами и FSR. И вот теперь весьма все неплохо. Большую часть времени частота держится близ 60 фпс. Местами меньше, местами больше. Счетчик у нас намерил просадку до 33, но без мониторинга ее вряд ли заметишь. Ну и третий раз киберпанк запустили с высокой графикой. RT и FSR отключили. И вот теперь все безоговорочно отлично. Управление отзывчивое, а картинка примерно такая же, как и при ультрах. В среднем имеем 70 кадров в секунду. Rainbow Six Siege сиюминутная остановка в нашем повествовании. Графика на ультрах, без уменьшения рендера, естественно. А счетчик кадров весь в трехзначных цифрах. Это приглашение на покупку высокочастотного монитора для такой системы. Третий Ведьмак идет с графикой на ультрах. Причем аж бежит и все прекрасно. Никаких заминок, подгрузок и вот этого всего. В среднем 112 кадров в секунду. А минимум, по статистике, 74. Deathloop это еще одна игра, с помощью которой мы решили нагрузить RX 6600 XT лучами. Кстати, скоро она станет первой игрой с поддержкой технологии FSR 2.0. Ждем, затестим. В общем, с ультра графикой, ультра лучами и такой же ультра FSR играется отлично. Да, иногда частота кадров опускается до 38, но на игровой процесс это не влияет. В среднем же имеем 70 кадров в секунду. Как вы знаете, Dying Light 2 тоже умеет в лучи. Их и подрубили для начала, преимущественно с высокими настройками графики и FSR в положении качества. Ребят, сначала все выглядело весьма радостно. FPS был около 60. Но при первом вхождении в лес, счетчик кадров резко потянулся к 30, а бывало даже к 23. Причем, спасать ситуацию опцией FSR нет смысла. Режим баланс сильно мылит картинку. Поэтому наша рекомендация такая. Попробовать, посмотреть на эту трассировку, а потом выключить ее с концами и не возвращаться к этому вопросу. Просто на высоких настройках играется гораздо лучше, с отзывчивым и плавным геймплеем. Теперь частота кадров минимально опускается в район 46, а в среднем держится отметки 69 FPS. Дота 2 у нас, конечно, не такая требовательная, поэтому в разрешении Full HD графика, естественно, переводится в очень высоко. Никаких замечаний нет, потому что даже показатель тормоза, он же 0,1% low, не опускается ниже 55 кадров в секунду. Идем дальше. Escape from Tarkov и, наверное, это одна из самых скучных вылазок на огороды. Поставили графику на ультра, пошли туда, завернули сюда и не нашли хоть что-то, за что можно зацепиться в плане минусов. Разве что видеопамять у RX 6600 XT забита под завязку. Вот тебе и польза 8 гигабайтного буфера. Путь поиска оптимальных настроек в Far Cry 6 может быть таким. Сначала стоит попробовать ультра графику с отключенными лучами и FSR. Даем вам 100%, такой игровой опыт понравится. Картинка плавная, управление на высоте. Если же подключить RT и ультра качественный FSR, то последняя опция делает картинку немного перешарпленной, что видно по листве деревьев. Но многим это даже нравится, потому что всяко лучше мыльного мыльца. В общем, на наш взгляд, вот так играется очень комфортно и тут можно ставить точку в поиске лучших настроек. То есть оставаться с лучами и средними 64 кадрами в секунду. Слушайте, тринадцатая игра и вот и наконец они гоночки. Походу непопулярный нынче жанр. Катать пятую Forza лучше всего с экстремальной графикой. Картинка очень плавная, а управление максимально отзывчивое. Единственное, о чём таки стоит сказать, бывает текстуры прогружаются с задержкой. В этот момент игра может выдать ошибку о медленной пропускной способности памяти. Но ребят, знаете, кайфовать от игры это не мешает, потому что даже 0.1% не опускается ниже 60 FPS. В Fortnite бегаем в DX12, тут нам показалось плавнее и с эпическими настройками графики. С такими вводными в начале матча иногда случаются подтупливания и показатель тормоза ходит на 50 FPS. В остальном же играется вполне комфортно при средних 103 кадрах в секунду. GTA V в этот раз повела себя немножечко странно. Не, вы не подумайте, игра идёт отлично при максимальной графике. Тут удивляет другое. Дело в том, что на травке минимальная частота кадров оказалась выше, чем в городе. 68 FPS против 51. Похоже, что процессору в связке с неразогнанной памятью городской трафик дался с трудом. PUBG из ультраграфика выдаёт комфортный во всех смыслах игровой процесс. Даже когда рассекаешь на нерастаможенном Hyundai по просторам. Тут единственное, на что можно пожаловаться, так это на очень редкие подтормозки. Они ни на что не влияют. В среднем счётчик насчитал 112 FPS. Red Dead Redemption 2 тоже с радостью заводится с ультраграфикой. Изредка бывают пропуски кадров. Но это нужно как рыбаку сидеть и ждать поклёвку, чтобы их поймать. Когда скачешь по делам, думаешь где чё как пройти, всё это вообще незаметно. Счётчик кадров большую часть времени держится на отметке 50 с плюсом FPS. Чего более чем достаточно для приятной игры. Ребят, когда после череды встроек и видеокарт с малым объёмом памяти запускаешь RUST на максимальных настройках, то всегда шок, а оказывается эта игра может выглядеть нормально. Да, жрёт она по-прежнему как не в себя. Память вмяла почти всю, что оперативку, что видео. Но хоть выхлоп есть. 77 FPS в среднем с просадками до 36. Управление и плавность хорошие. Помните как буксовала Halo Infinite со средними текстурами на RX 6500 XT? Действительно, 8 гигабайт быстрой видеопамяти это уже стандарт для современных игр. И вот RX 6600 XT ими обладает, поэтому тащит эту игру со всеми настройками на ультра. Да, оптимизация Halo по-прежнему хромает, тут ничего не поменялось. Когда подгружается большой кусок данных, бывают ощутимые подфризы. Но несмотря на это, к управлению в одиночной кампании вопросов нет. И в среднем имеем 66 кадров в секунду. А в мультиплеере игра работает ещё лучше. И наконец, бок войны с теми же ультра настройками. Картинка плавная и большую часть времени находится в зоне 60 FPS. А по статистике иногда опускается до 40. Если не учитывать редкие лёгкие подфризы, геймплей комфортный, а картинка плавная. Можно смело сказать, что видеокарта RX 6600 XT даже в не самой свежей системе позволит выбрать максимальные настройки графики почти во всех играх при 1080p. Кое-где всё же оптимальнее играть с высокими, но в любом случае можно добиться красивой картинки и не менее чем 60 FPS и выше. Более того, карточка вполне справится и с разрешением 1440p за счёт достаточно мощного GPU и 8 гигабайт памяти GDDR6. Единственное, что ей не всегда хорошо даётся, это трассировка лучей. В одних играх получается насладиться этой технологией, например в Deathloop и Far Cry 6, а в других она чисто на один раз посмотреть-попробовать. Непосредственно готовая сборка Evolve проявила себя отлично, с визуальной стороны, в плане организации охлаждения и подбора компонентов. Если хочется свободно себя чувствовать при выборе настроек в играх, это то, что нужно. По сравнению со сборкой с RX 6500 XT, такой вариант даёт на порядок больше комфорта в играх, если есть возможность доплатить. На этом всё. Пишите, как вам видеокарта и система, и что думаете об оптимизации Halo Infinite. Если играете в неё, то на какой системе и как она вообще идёт. Также подписывайтесь, лайкайте и делитесь видео с друзьями. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok